Уважаемые ТОС-мастеры, гости, Ирина, мне очень нравятся проекты, цель которых звучит как введение в менторство. Именно в этом проекте можно понять, насколько глубоко человек погрузился в ТОС-мастерс, в клуб, в его ценности, в его задачи, и насколько эффективно ТОС-мастерс служит его личным целям. Отвечая на вопрос, насколько эффективно было для тебя менторство в ТОС-мастерс на основании твоей сегодняшней речи, я могу сказать, что это одна из лучших речей, которую я слышала по этому проекту. Браво! Мало того, что ты использовала три личные истории, две из них очень плавно, аккуратно вовлекали нас к самому главному. Третьей истории про то, насколько ТОС-мастерс смог помочь тебе преодолеть себя, найти ресурс и оставаться в этой точке энтузиазма, про которую ты сегодня говорила. Спасибо тебе за эту замечательную, вдохновляющую мини-коллекцию таких классных историй про менторство. Мне очень понравилось, как ты взаимодействовала с аудиторией, но не традиционным способом, не задавая нам вопросы и ожидая ответов, а погружая нас в ситуации, погружая нас в диалоги, погружая нас в истории, где мы ощущали себя рядом с тобой. Сидящая рядом с тобой за рулем автомобиля на сиденье, где сидел твой отец, например, или в аудитории, или в разговоре с твоим профессором, ректором, человеком, которого ты назвала побочная наследственная специальность менторства. Это что-то совершенно невероятное, какие-то замечательные, используешь эпитеты, метафоры, аналогии. Это просто супер, многим нужно у тебя этому поучиться. Прекрасная история. Что я хотела бы отдельно отметить по содержательной части? Практически не к чему придраться по содержанию. Единственное, что я бы посоветовала улучшить на будущее, это, возможно, название, потому что работа над ошибками мне показалась немножечко натянутым титулом к твоей речи. Я бы назвала ее, например, точка энтузиазма. Меня очень зацепило это словосочетание, я бы всю речь построила на точке энтузиазма. И отдельно немножко скажу о тех вещах, на которые ты просила обратить особое внимание. Это хаотичные жесты и прерывистые встречи. Немножечко наблюдалось такое и сегодня. И что касается прерывистости, у тебя замечательная интонация. Ты классно расставляешь акценты. Возможно, чуть больше эмоций, чувств и переживаний в твоем голосе, когда ты рассказываешь историю, добавить тональности. И тогда твоя речь станет действительно плавной, как ручеек, как будто будешь рассказывать нам сказку. Иногда стоит и об этом тоже помнить. Ну и по жестам чуть менее руки в замок, чуть менее однообразных жестов вот такого характера. Может быть, что-то за рулем, что-то где-то ты конспектируешь. Поэкспериментируй перед зеркалом, когда ты рассказываешь историю. Это очень помогает воплотить себя в ситуации при помощи жестов. Закругляя свою оценку, еще раз хочу похвалить тебя за прекрасную коллекцию историй про менторство. Продолжай в том же духе. Выбирай название речи чуть более точно, отражающие сути содержания. И поиграй с голосом, с тональностью, добавь больше эмоций и переживаний. Спасибо. И я надеюсь услышать твою следующую речь очень скоро.